Витаю! Это выпуск новинной Белсати и я, Яговя Довца, Наста Печенкова. У Новополоцкой колонии, где утрымливается более за 100 политвязнью, прошло проверание. Яго провела специальная комиссия. У склад комиссии увайшли представники Белой Руси, Беларусского Союза Жанчин, отделение червоных окрыжат и БРСМ. У вынику проверания ніяких порушений у праву и интересу осудженных, які отбывают термін покарання у новополоцкой колонии, знойдена не было. Межтым новополоцкая колония вядомая тем, что там довели до спробы суициду Игора Лосика, а так само отримали до шпитализации Виктора Бабарыку. У Лицким Раус помёр 37-годовый Дмитрий Сорокин. Павод для правооборонца у подробязности ягона гибели невядомая. Развитание с мужчином отбудется у авторок. Сорокин – вядомый лицкий поэт, удельнику фестивалю сучасного мастацтва. У Беларуси поболела экстремиста. У МУС дадал у «Отповедный спис» 22 новые прозвищи. Ця рот иншых у экстремистский спис трапили была и выкладчится Менского державного лингвистичного университета Наталья Дулина, шмадзетный батька Дмитрий Лазар и лекар Яуген Бужинский. Цяпер экстремистами у Беларуси лечится 2890 особу. Больше миллион беларуских рублев. Такую сумму у якости хабару узяв працевник одного з градаутваральных предприемств Берастейшины. Завод, на яким працевау обвиноваченных, был выставлен на гандляванне, на чем и надумал зарабить антикризисный керауник. Одному з потенциальных инвесторов он пропоновал схему для знижения кушту предприемства на 50%. За узногороду по мерам 1 миллион 250 тысяч у беларуских рублев. Получив согласие, начал активные действия, а именно сразу по окончанию членных торгов, назначались и проводились новые. Это позволило за полгода снизить официальную стоимость практически до нужного уровня. Цяпер по факте отримания хабару службовый особый на антикризисного керауника заведенная криминальная справа. Яму погрожает до 15-ти годов позбавление воли. 10 тысяч кульс нашли у грамадянина Литвы при уезде у Беларусь. Боеприпасы конфисковали помежники. Инцидент отбылся в пункте пропуску Лоша на беларуско-литовскомяжем. Кулиды гильзы да агнестрельные зброи были знайдены при нагляде автомобиля. Цяпер следший комитет проводит проверание. За незаконный перевоз боеприпасов замежнику погрожает до 7 годов позбавление воли. Дарожно-транспортовое оздарение из удела маршрутных атакси отбылось на Гомельщине. У вынику яго потерпели 5 человек. Авария оздарилась на 191-м километре аутодороги Менц-Гомель. 36-ти годовый керутцы маршрутки не дау рады керованию и зъеху у кювет. Автомобиль некольки разу перукулился. У вынику ДТЗ 4 пассажиры и керутцы были шпитализованы с травмами розной ступени тяжкости. Причины аварии высветляются. У Беларуси протягивают гореть полигоны. Только за выходное зафиксованное два узгаранні. Один пожар отбылся на полигоне твердых побутовых откидов, каля поселища Сосновый Бор Молодечинского району. Площа узгарання склала 150 квадратных метров. У той же день ротовников выкликали на сметниче, каля везки Будда Дзержинского району. Тут горели 30 квадратных метров. Гэта уже другий выпадок узгарання на этой территории. Минулый раз пришоуся на другого червеня. Тады пожар тушили 9 годинов. У Новополоцку на Могилках Витаржа коммунальники спилавали древы, однак не прибрали пасля себе. На Могилках засталися ляжать галинки ды сметти. Незадаваление ситуации выказывают у сатсетках жахары городу. Все завалено на могилах и проходах по межиме. При этом пошкоджены некоторые огороджи. Администрация городу и керауництва Новополоцку наплявали на почутти и память людей. Соправдная свята живота. Пятиметровую пиццу приготовали для детей, что отпочиваются с санаторы озерных подгородней. На этом я с вами развитываюсь. Захвачиваю ставить лайки, коментовать и делиться нашим выпуском. Полный огляд по 9 дня. Глядите в объективе. Усяго вам доброго и бережите себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова